Дорогая публика, здравствуйте! Я разговариваю с Никитой Арефьевым, он же Никита Отступник. Я не знаю, я, по-моему, один из тех, кто так его прозвал когда-то. Он был у меня на канале, он был и под Яконом, правильно я понимаю? Он был под Яконом, но потом решил отступить от веры Христовой. И не то, что в пользу какой-то другой веры, магометанской или еще какой-нибудь, а просто вот ушел, стал атеистом. Я его ругал, помнится, это предатель, говорил я, кричал, я буквально бился в истерике, кричал, убейте его, если увидите на улице, убейте, убейте, ну, чтобы я был тут ни при чем. Вот такие вот вещи был, кричал, вот, а теперь он ко мне пришел и жалуется. Вот, говорит, тут был один священник, а он отошел от пути-то церковного и нашел себе такой путь. Ну, вот, рассказывайте, какой же он путь себе такой нашел. Это просто ужас, Борис Сергеевич, только вот вашей публике, и вам надо исповедаться, открыть все этот ужас и мрак, против которого направлена моя сегодняшняя борьба. Значит, все-таки катехизаторство мое... Все равно вы против темных сил боретесь, продолжаете, да? Конечно, конечно, за правду, за веру царя Отечества, только немножко, вот, так сказать, по-другому. В общем... Другое Отечество другое, да? Ну да уж, что имеем, как говорится. Значит, Борис Сергеевич, история такова. Был священник, молодой священник, прослужил в священном сане недолго. Недолго музыка играла и попал под влияние некого интернет-сообщества. Это сообщество, значит, я о нем вот расскажу, чтобы людей и обезопасить, и вообще раскрыть эту тему. Я даже не знал, что есть такой бред, что есть такая дурь, что она обитает на пластах, так сказать, интернет-пространства. Ну что же за дурь? Какие же основные ее положения этой дури? Я вам расскажу. Я даже тут подготовил себе небольшой такой конспект, чтобы не запутаться. Обвинительное заключение, будем считать, да? Это просто надо сделать, потому что это тысячи просмотров у них, тысячи адептов. Это действительно имеет некие характеристики нового религиозного движения. Только теперь это, Борис Сергеевич, это не просто какой-то там гностицизм или какой-то там, какая-то ересь. Это нечто под соусом конспирологии, рептилоидов, плоской земли. И плюс еще, из 90-х годов, видать, притянулось все это, какие-то провода, какие-то камни шунгит. Вот они все этим шунгитом обвесились. Ну вы представляете, бывший поп променял крест православный на какой-то там шунгит. Если такое воздействие, они имеют такое воздействие под соусом некого добра, некого блага, просвещения. Наши русские люди не читают больше ни Пушкина, ни Лермонтова, ни ученых. Просто обвешались все шунгитом. Отче наш не знают. Я-то хоть знал и знаю до сих пор. И как перекреститься, и как пальчики сложить. А эти люди все уже, совсем Господь огнял. Перед обедом-то сотворяете, творите крестное знамение-то, нет? Борис Сергеевич, специально ради вас и ради всего народа России, так сказать, и ради мира на земле, я шунгит носить не буду, честно вам скажу. Лучше, лучше крест православный, чем какой-то там минерал и возвращение к стихиям, к поклонению каким-то стихиям. Значит, дорогие друзья, вот такая тема. Вот я, насколько понимаю, здесь основа идет из такой конспирологической системы, которую создал изначально Дэвид Айк. Это некий такой автор американский. По-моему, он до сих пор еще жив и до сих пор баламутит воды. Его вот эти тексты, они, значит, как некие семена по всему миру разошлись. Это некая такая то ли околооккультная, то ли околомистическая. И вообще это как бы конспирология. Значит, существуют некие рептилоиды, паразиты. Под вид меня, только они еще чешуйчатые. Я вот сейчас лысый, они еще и зеленые. Значит, эти рептилоиды, паразиты где-то обитают в каком-то космосе. Непонятно, то ли они физические, то ли они метафизические, то бишь как бесы. Бесы в форме каких-то рептилий. В общем, я никогда не знал, что я буду таким заниматься, но вот наступил тот час, как говорится. Значит, также там что у них? Там смесь бульдога и носорога. Некая эклектика. То есть, вот знаете, Даниил Андреев был такой и мистик, значит, в сталинскую эпоху много претерпевший. В общем, Даниил Андреев, у него есть такой термин гавах. Это термин Андреева, это мистическая энергия страданий, которая посылается в тонкоматериальные, значит, миры. И некие паразиты, вот эти бесы или кто демоны, демонические сущности, они питаются нашими якобы страданиями. Но здесь, в конспирологии современного типа, теперь некие рептилоиды, некие существа, то ли физические, то ли трансфизические, они питаются человеческой радостью, человеческим горем. И для этого, для этого якобы они используют людей, элиту, которая стоит, ну, там, так сказать, такая, ну, в общем, элита, она и в Африке элита. В общем, так копнешь, и сам Джо Байден окажется каким-нибудь рептилией. Вот даже не знаешь, даже видео, выкладывают они такие видео, где якобы Байден чешет себе за ушком и проступают какие-то жабры. Я не знаю, фантастика это или мы все сошли с ума, но если православный поп подался на эту дурь и даже бросил, я-то хоть пошел, ну, мотивы у меня были другие при моем расцерковлении, уходе из церкви, а здесь молодой священник оставил Епитрохиль, оставил священный сан ради чего? Ради вот той атмосферы, которую они несут через свои видеоролики, та атмосфера, тот дискурс, в который они погружают умы россиян, даже за рубежом есть какие-то их адепты. Это достаточно обширная такая, ну, пусть меня религиоведы закидают камнями, я скажу, что это секта, что это неорелигиозное движение конспирологического типа. Это то, что мне удалось собрать. Даже пришлось снять некий небольшой 20-минутный фильм, где три человека, профессор, религиовед и психиатр, и даже оккультист, где три этих специалиста, так сказать, из разных областей, свое мнение, ну, так высказывают по поводу этой секты. А можно спросить, какое мнение у религиоведа было? То есть это религия? Религиовед Кирилл, профессор Кирилл Михаил Чтовбин, он, значит, сказал, что, скорее всего, это очень похоже на, не просто на какую-то дурь, это некая форма даже коммерции, потому что они, это некая форма конспирологической такой коммерческой секты, движения, потому что у них там есть несколько основателей. Одного из них зовут Астрагор, он продает некие приборы, называл их пули от демиурга. Демиург – это якобы какая-то искусственный интеллект, программирующий социально-политические процессы, события. То есть и чтобы избавиться над всем, нам всем, точнее, от этого демиурга, от этого искусственного интеллекта, чтобы на нас не воздействовала какая-то таинственная музыка, Господи помилуй, рептилоидов. Нам надо всем обвешаться шунгитом, купить срочно пулю Астрагора. Вот этот Астрагор, некий такой русский мужик, он продает за хорошие деньги, 7 тысяч рублей, вот такая вот пуля. Это пуля, из чего она состоит, друзья, не смейтесь. Пуля состоит из медицинского шприца, в котором погружены камни шунгита, циолита и кварца. Они все как-то зампломбированы. То есть, знаете, это все отсылка к 90-м годам, когда какие-то провода подключали против какой-то там то ли трансфизической влияния какого-то. Понимаете, достаточно специфично. Я не знал, уж сколько твердили миру, как это в басне, уж сколько сект всяких, уж сколько всяких движений я наслушался. Нет, ну вот я все-таки хочу понять, что же сказал религиовед. Я понимаю, можно жульничством заниматься, продавать чего-нибудь там, таблетки от всех болезней, хорошо, если они безвредные, типа там истолченого мела сделаны. Можно, да, и это будет жульничество. А вот если вы это делаете все-таки религия, то это религия. И, в общем-то говоря, как человек, так сказать, как бы, так сказать, либеральных взглядов, меня считают либералом, либерастом даже некоторые, другие, правда, считают меня империалистом, третьи считают меня ватником. Вот я не знаю, кто есть на самом деле, но вот я вот как либераст, я вам так скажу, будьте осторожны. Если это религия все-таки, то тогда вы гонитель будете ее религии. Это, в общем-то говоря, будет даже для религии, наоборот, как усиление, да, будут свои мученики, которые от вас претерпели. Так все-таки что же сказал религовед? Религия или просто жульничество? Кирилл Михайлович Товбин сказал на этот счет следующее. Вот сейчас я вспомнил. Хорошо, что вы уточнили. Значит, он сказал, что если у них есть некая форма подобия лидеров, пророков, а они есть, как я выяснил, они есть, если у них есть некие формы ритуалов, хотя бы на сегодняшний момент это некая форма примитивных ритуалов, русские люди берут какой-то камушек, шунгит, какие-то, значит, вот это уже некая форма ритуалистики, некая форма, так сказать, ну, такой магической какой-то мифологемы. Но у них пока нет еще священного писания. Но понимаете, это недолго до этого. До этого недолго. И они еще сами не до конца понимают. Насколько я понял, кто-то из основателей этих, он, значит, действительно верит во всю эту ахинею, а кто-то под шумок, так сказать, продает шунгит и пули Астрогора, продает вот эти все, как они называют эти приборы, гармонизаторы. Такие камни. Значит, вот прям в фильме я сделал вставки, значит, в этом ролике вставки и кадры, значит, какие-то ошейники вдоль спины пробрасывается некий хвост медный. Нет, ну это понимаете, как это, понятное дело, ритуалы ритуалами. Все-таки, если это религия, то получается, что она под защитой нашего закона. Пока суд не решит, что это какой-то культ, который там что-то такое вредит своим адептам, да, ну вот, то трудно с ним что-то сделать. Вы знаете, Борис Сергеевич, насколько стало понятно, они существуют, сегодня они существуют в Белоруссии, значит, в Санкт-Петербурге у них прямо логово. В Санкт-Петербурге это некое логово, где прям несколько представителей этого. Это пока интернет-движение, то есть это некая форма интернет-сообщества, видеоблогинга, то есть они постоянно выкладывают какие-то видео, и некая конспирология, альтернативная история. Пока что это существует на уровне конспирологии, альтернативной истории и вот такой, как сказать, ахинеи в форме, значит, видеосюжетов. Но недавно у них, Борис Сергеевич, был какой-то массовый ритуал. Массовый ритуал заключался в том, что взбаламутили, значит, по всей России, за рубежом людей, и, значит, этих людей дали им такую установку, чтобы они в водоемы и в реки, и в озера, близ своих территорий, бросали камни шунгита с неким ментальным посылом за все хорошее против всего плохого. Значит, мир, дружба, любовь. Нужно было это все вообразить и бросить, значит, так сказать, вот нейтрализовать, так сказать. У них достаточно специфичная система вообще миропонимания. Значит, это все русскоязычные люди. Они свою систему выстроили отрывками на фоне американской конспирологии, то есть того самого Дэвида Айка, отца-патриарха всякой конспирологии, ересиарх, если так по-православному сказать. Значит, и славяно-арийские веды. Вот эта дурь, которая запрещена у нас и признана в России экстремистской, так сказать, значит, литературой, славяно-арийские веды, вот, у них свое собственное видение вообще истории, у них свое собственное видение даже не только хронологии, но еще и даже городской архитектуры. То есть это такой жанр видео, когда идет этот мужик, так сказать, вот их лидер идет по городу, снимает городскую архитектуру, и дает свое некое оккультное или некое конспирологическое толкование архитектурой и памятником современного искусства. Вот стоят какие-то странные фигуры в Минске, да, например. В Минске какие-то, ну, современное искусство, какие-то каменные глыбы. Он снимает видео и дает такое трактовку, такое толкование, что это значит некое приспособление для того, чтобы рептилии, вот эти паразиты в космосе, некий гавах, термин Даниила Андреева, мистика, да, чтобы некую энергию эту транслировать им туда. В общем, такого я не слышал, и для меня это стало некой вехой в освоении всякой еще дополнительной дури. У меня в голове и так много дури, а здесь еще пополнился багаж, такой религиозный какой-то бэкграунд, религиоведческий. В общем, вот понимаете, пока что они как интернет-сообщество, но по сути, если такое влияние на умы людей, все комментарии адептов, которые даже вышли к моему ролику, и их реакция вообще показывает, что это форма некого эмоционально-чувственного воздействия, свойственного, кстати, всем религиозным сообществам. Любое религиозное сообщество имеет свою атмосферу и чувственно-эмоционально влияет, завлекает человека некими образами, некими символами, эмоциональным состоянием. Так и здесь. Людям не важна информация, которую они получают из видео. Информация достаточно часто противоречивая, но важен тот посыл некой разгаданной тайны, некого погружения все дальше и дальше. Кстати, саентологи, запрещенная тоже в России организация, они на этом же и спекулируют. Они все с каждым уровнем якобы открывают какую-то мистическую тайну. Которая была у них церковь саентологии на Таганской улице, ее закрыли, да? Скорее всего, думаю, да. Я вот этого не знаю, но, скорее всего, раз они признаны экстремистской, значит, даже литературу их у нас запрещено распространять или хранить. Даже хранить запрещено. Да, в общем, вот такая дурь, и это достаточно такое что-то... Вот давайте я вам приведу для интереса пример. Вот, например, помните, был такой шаман какой-то из Якутска или откуда, который пошел против... На Москву пошел якобы очищать Москву от Владимира Путина или что-то такое. Вот. Его, значит, этого шамана посадили в психиатрическую больницу. Не знаю, чем там все это кончилось. Но вот этот конспиролог, один из лидеров этого движения, этого сообщества, значит, дает такое трактование. Вот дата рождения, число и месяц, дата рождения вот этого шамана из Якутска, из Якутии или откуда, из Сибири, не знаю, откуда этот шаман. Якутия в Сибири, да. Да кто же его знает? Если земля плоская, Борис Сергеевич, сейчас уже без бутылки не разобрали. А земля плоская все-таки? У них-то земля плоская, да? Они допускают некую вариативность. И ячейцы какую-то, как это, ячейкообразные, вот наподобие ульев этих, ячейк сот. А, то есть мы живем вот в соте, которая окружена стенами, вот этими самыми ледяными стенами, да? Они пока еще дают, дают некое поле для свободы выражений, чтобы каждый адепт якобы имел на свое собственное мнение. Ну, то есть, но тут такой момент. Он говорит, значит, Борис Сергеевич, что дата рождения, число, месяц, ну, то есть я уже сам уже запутался с ними. В общем, например, там 2 марта или я не знаю. В общем, дата рождения этого шамана полностью совпадает с певцом-шаманом. Певец-шаман, который сейчас провозглашает «Я русский» и, в общем, пользуется популярностью у патриотически настроенной аудитории, значит, якобы это не просто так. Плюс они вычисляют, что возрастная разница между певцом-шаманом и вот этим вот шаманом, таким архаичным, так сказать, у них ровно разница 23 года. А сейчас у нас 2023 год. В общем, это не просто бабушка надвое сказала. Это уже некая картина, значит, некая тайна здесь. Якутского этого или какого-то там шамана, значит, его дисквалифицировали, убрали с политической, метафизической арены. Не смог он повлиять на социальный слой, на разворачивающиеся события. И заменили, эту фигуру заменили как раз-таки певцом-шаманом, который поет «Я русский, я иду до конца». И, в общем, там... И вот на этом всем строится нечто-нечто. Там также трактовка телефона 911. Вот этот 911, что звонят службы спасения, там или где, совпадает полностью этот код. Как они называют это? Матричный код. Это совпадает с каким еще числовой комбинацией? 9 ноября. В общем, когда это? Башни-близнецы-то? 11 сентября. О, да, 11 сентября. А может, пишешь сначала месяц, потом дату, а мы наоборот пишем. Во-во-во-во. В общем, как говорится, церковно-славянский язык – это не самое сложное в жизни, что можно освоить человеческому разуму. Есть намного серьезнее. Ну, я так сейчас смеюсь, конечно. Но, как оказалось, мне пришлось потратить, наверное, месяц, чтобы в этот дискурс проникнуть, понять эту логику и также примерно себе так набросить, что люди получают от просмотра подобных видео, что люди получают в свою жизнь с помощью таких примитивных форм конспирологии, верований и так далее и тому подобное. Вот представляете? Вот так. А тот священник так и не смог совместить религию с этой конспирологией? Как оказалось, как оказалось, по-моему, мне на сегодняшний момент мое вот это расследование как-то его на некие думы, так сказать, наводит. На некие думы, что он попался, в общем, что он попался к очередным, так сказать, что он просто попал под влияние каких-то дураков. Вот. Ну, вроде как сейчас он уже сомневается в этом описании реальности, которые предлагают вот этот Острогор, Охотник. У них такие какие-то вот псевдо, как они эти, точнее, псевдонимы. Там также есть некий Андрей Пылинин, который разрабатывает все больше и больше каких-то магнитов, каких-то комбинаций шунгита с цианитом. Боже, я даже вот не знал, что есть такие минералы. Я кроме там железа и меди в жизни ничего не видел. А здесь все серьезно, прям некая общая система. Вот так вот. Так, а какой же вот, так сказать, как это называется, портрет их адептов? Кто это такие же? Что они из себя представляют? Образовательный уровень, социального уровня? Это очень интересно. Вы знаете, это интересно выясняется очень легко. Я даже у себя на канале опубликовал такое видео, где вот эти комментарии, значит, комментарии идут одно за другим, как они пишут, как они формулируют мысль. Это достаточно примитивные построения формулировки. Значит, они обвинили меня, профессора Кирилла Товбина, психиатра Александра Данилина и Василия Дубинина. Значит, нас всех четверых обвинили в том, что у нас толстые, противные рожи. Ну, я за счет себя, как говорится... Ну, это имеют право. Имеют право, да. Не так обидно, но обидно немножко, так сказать, стало то, что они сказали, что даже наша риторика, наша терминология, что она мерзкая, что она не воспринимается ими. Я думаю, что если у них такое отторжение к Кириллу Товбину или к психиатру Данилину, к их формулировке, к их речи, я думаю, что это, скорее всего, показатель их некой необразованности, их какой-то глухоты. Ну, все аргументы их строятся типично, как у всех сектантов, чисто эмоционально. Я так чувствую, я чувствую, что Острогор и Андрей Пылинин, что они новые русские герои, новые богатыри. Значит, так оно и есть. А то, что там психиатры, психотерапевты, психолог Никита Арефьев, значит, это все дурь, это все жирные, зажравшиеся жиды. Ну, вот примерно что-то вот так вот и конструируются их разумами, хотя бы в форме донесения мысли, как комментарии. Вот. Я не знаю, как у них совмещается. Вы знаете, сейчас такое удивительное время. Многие люди, россияне, я это видел, будучи еще и в церкви, когда у них одновременно хороший, добрый Сталин, одновременно они причащаются к святых христовых тайн. Также они могут в воскресенье после причастия пойти на йогу. И вот такой постмодернийский какой-то шлем это то, в чем живут множество людей, сотни, если не тысячи. Это некая окрошка из всего и ни с чего. Тут же идут к святой чаше, тут же идут на какую-то йогу, тут же поют мантры и следом одевают какой-то шунгит. То есть это время, в которое мы живем, это столкновение всяких дискурсов, смыслов и какая-то полная окрошка. И все-таки мне пришлось признать, что, наверное, только академический мир, какой-то мир интеллигенции, академии на сегодняшний момент является каким-то оплотом и знания, и гнозиса, и вообще культуры. Потому что, если сейчас люди не веруют ни в диалектический материализм, не веруют, не хотят заниматься очищением души, так сказать, в православии, то вот появляются вот такие пласты, вот такие вот вылазят рептилоиды. За место бесов теперь рептилоиды, за место христовых тайн какие-то там земные минералы. Я не знаю, с чего они вообще взяли, что именно такие комбинации минералов, камней, что именно это спасет от рептилоидов. Вот я и хотел бы узнать, кто же его, их адепты, кто они образовывал, какой у них уровень образования, какое социальное поражение. Вы только характеризовали, как они вот там про рожи ваши, про то, что вы морды еврейские, соответственно. Ну вот, вот такие вещи вот только вы сказали про них. Борис Сергеевич, про самих основателей я понял, что один из них по имени Астрогор это мужик, который всю жизнь занимался раньше продажей какой-то ну такой псевдонаучный изобретений неких магических артефактов. Как он это называет сам. Короче, выпиливал всю жизнь какие-то там медальончики, кулончики, ну да бог с ним. Это было лишь оказывается, это было лишь цветочки, ягодки оказались, вот сегодня мы наблюдаем пуля Астрогора, это уже не цветочки, это ягодки, когда значит из медицинского шприца делается некий магический артефакт, в медицинский шприц определенным образом разрезается, туда засыпается шунгит, циолит и кварц, какие-то там проволокой он как-то обматывается, туда вставляются магниты и все это вешается на шею в форме водонепроницаемого устройства. И люди верят в это, людям значит что-то дает это, какой-то радости, какой-то почвы под ногами, вот такая чушь собачья, но вот такой плюрализм, пожалуйста, да. Все-таки интересно, кто же это, вот раньше вот времена моей молодости всем этим вот религианством увлекалась такая вот интеллигенция, дело в том, что у нас понятное было интеллигенции, было понятно, что советская власть нас обо многом дезинформировала, многие вещи в истории так сказать скрывала, переделывала, да, там как-то так вот это, то есть мы в этом были готовы. И это вот какие-то тайные учения, тем более, что против Рериха как бы сказать ничего не имелось, он какие-то заслуги имел перед перед советской властью и лично перед этим самым Яковом Блюнкиным, который его послал во все эти экспедиции. Вот, ну вот, может быть, поэтому к нему так относились тут, с ним так относились. Он художник. Художник еще, но имелся, да, вот тут, ну, короче говоря, вот такая вот ситуация была. Этим увлекались люди образованных, что Шамбала там всякая была, всякие такие вещи, потому что это был немножко не андеграунд, это был андеграунд, там, помню, там какие-то были музыканты, которые исполняли произведения Атлантида, всплывает, значит, они включают магнитофон и иногда, значит, ну, там что-то играет какая-то музыка, и иногда, значит, бьют самый древний музыкальный инструмент в Бело, какой-то здоровый кусок металла, по которому бьют молотком, вот, Атлантида всплывает, люди приходили слушать эти произведения, вот, вот, так вот, такие вот дела были, такие, независимые клубы, ну, вот это была интеллигенция, да, и понятно, она выросла в советское время, вот, ну, соответственно, интеллигенция в советское время тоже и к церкви примыкала, вот, помните, этот вот художник-то на музее его имени находится напротив Куршинского музея, как его фамилия, помните? Нет, не скажем. Вилья Глузунов. Ага, и что он рисовал там хоть? Ну, он вообще-то, говоря, очень крупный советский художник был, нон-конформист, он рисовал очень, так сказать, круто, у него были такие полотна высказывания, можно сказать, там, типа, там, 20-й век России, или там 20-й, просто там что-нибудь такое, вот он там, ну, целое, так сказать, высказывание политическое, он был явно такого антисоветского настроя, но тем не менее, у него были мощные, так сказать, покровители в верхах советской, советской власти, ему, значит, разрешали писать портреты то испанского короля, то Индиры Ганди, вот, туда отправляли его как представителя российской художественной школы, вот, он много чего делал, вот, когда, помните, это была история, отделывали дворец кремлевский заново, это еще при Ельцине было, вот, он там, вот, художественную часть возглавлял в этом деле, а до этого он, да, ходил там, типа под старину а-ля Русь, священнослужителем таким был, тоже было какое-то загадочное дело, гибель его жены, а жена была из этих, как это называется, семейства, художник-то был еще дореволюционный, не знаю, честно, сейчас, сейчас, как же это, боже мой, сейчас я посмотрю, кто же уже надо было, короче говоря, так, так, как его, фамилия, как вам сказал его, у меня же вылетает из головы, Глазунов, Глазунов, или Глазунов, Бенуа, 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 она из рода Бенуа была такая вся, еще замечательная, ну, видите, вот так, вот, ну, а там при странных обстоятельствах она погибла, он утверждал, что это неспроста все, что это, так сказать, некий такой заговор, против него плелся, а вы сказали, что он ходил под вид священнослужителя, это что? нет, а-ля Русь, а-ля Русь, это такое французское словечко, а-ля Русь, не священнослужитель, ну, естественно, он христианином был, все такое прочее, все как положено, в советское время это было можно, это не запрещалось, но и не, не приветствовалось, но тем не менее, ему этот срок сходило, ему очень покровительствовал Сергей Михалков, вот он, когда приехал в Москву, он, вообще-то говоря, выраженец Ленинграда, и он там пережил блокаду, то есть он много чего там схватил в жизни, значит, у него опыт такой печали, нет, но он, так сказать, крупный художник на самом деле, как ни крути, как ни крути, он событие, явление, люди стояли в огромных очередях, чтобы смотреть его выставку в колонном зале, видите, в колонном зале мы разрешали делать выставку, да, это было большое, большая ценность, даже репродукция его картины была большая ценность, да. А вот этот, секта-то, которую посадили сейчас, Виссарион, вот этот, Виссарион, который себя Христом, Сыном Божьим назвал, вот сейчас он сидит в тюрьме, но он тоже художник, у него достаточно, очень красивые полотки, то есть, необыкновенные, кстати, это я вот сейчас просто вспомнил, у меня так ассоциации работают. Вы в Москве живете, нет? В Москве? Ой, я в Кемерово, у меня уже здесь. А, ну все, я все понял, у вас сейчас уже тут к утру дело идет. Да, как говорится, не хлебом единым, это, вот эти, кстати, про которых-то мы говорим, про этих, кто они, вот эти-то, в общем, организация их называется Лос Мира Лос, Лос, фу, прошу прощения, Лос Мира Лос, и я сегодня нашел такую информацию, что Мария Деви Христос, вот эта вот украинская журналистка, которая в те годы назвала себя, значит, Христом, и там, и всем, всем святым, и всем добрым, она, значит, у нее было какое-то объединение, Юс Ма Лос, что ли, и вот какое-то звучание, я здесь тоже сейчас боюсь впасть в ханспирологию, но так или иначе, звуковое звучание, вот того слова большими буквами, Юс Ма Лос какой-то, значит, очень похоже на звучание вот этой секты, про которую я рассказываю, Лос Мира Лос, по-другому, канал на Ютубе у них называется только в плюс, значит, крупный канал, 200 с чем-то тысяч подписчиков, тысячи людей участвуют в этих их акциях, так называемых, по сути, это некий ритуал, вот. Ну, вот, к сожалению, очень-очень-очень неполная от вас информация, что вы не даете информацию об адептах, кто они, вы же это изучали, их расследовали, что же вы не послужили себе это посмотреть-то, это же, да, нет, я посмотрел, он, кто он, дворник или он в институте преподаватель, кто он? Я вам скажу, Борис Сергеевич, это, как мне, как я поглядел, это один мужчина, их адепт, я зашел к нему на страничку, это, в принципе, такой молодой, такой вроде как успешный, какой-то торговец, ну, каким-то бизнесом таким занимается, очень странно, на его странице даже по нему не скажешь, что он разделяет такие идеи, такие концепции, основная масса это некие женщины, которые, ну, достаточно как будто бы не образованы, а просто нуждаются в неких героях, то есть они видят в этих персонажах, в этих организаторах, они видят неких новых богатырей России, это достаточно примитивная мифология, то есть для них все доброе и светлое, у них, получается, нету некой градации временной, то есть они не понимают, что, например, вот раньше было лучше, для них это понятие такое весомое, что-то значащее, для людей образованных, эта фраза раньше было лучше, она достаточно настолько размытая, раньше-то когда? Во времена динозавров, во времена советской эпохи, для этих женщин, такие... Там же сказали раньше, шучу, шучу, да, раньше. Ну, да, ну, то есть я так понял, это очень низкий уровень образования, я считаю, что, как мне удалось выяснить, это просто эмоциональные аргументы, это просто некое ощущение некой тайны, сказки, то есть это некая форма такая квазирелигиозная, что ли... То есть они не склонны к критическому мышлению? Они нуждаются в некое утверждение собственной идентичности, если взять здесь психологический аспект, как вот я все-таки психолог, да, мне приходится и в эту сторону тоже копать, что, скорее всего, это некая потребность в неком, знаете, в неком сериале. Во-первых, они смотрят это все как некую информацию, закрученную в некий видеосериал, серии периодически выходят на этих каналах, плюс потребность сформировать свою собственную идентичность вокруг какой-то персоны, фигуры или сообщества. Вот, например, когда человек уходит из церкви, его идентичность как будто бы рушится. Вот ты был там священнослужителем, носил черную такую одежду, ты за время служения в церкви, ты с ней ментально сросся, ты стал как будто бы этим персонажем, тебя без рясы уже не существует, ты привык, что тебе целуют руку, ты привык, что тебя везде приветствуют, что ты какая-то значимая весомая фигура, но как только ты уходишь, как только тебя выкидывают, если это не добровольный уход, лишают саны или чего там еще в таком духе, твоя личность, она начинает разрушаться. Кто-то спивается, кто-то даже трагические случаи, я знаю, кончали жизнь самоубийством, потому что эти люди, они без бороды, без этого образа, они никто. Одно дело, когда протопресс-фитер, там священник был такой известный, Александр Шмемен, богослов, а вот он был уникальный, он был какой-то своеобразный, кто-то его может обвинить в какой-то либералистике, в этом как это, либерализме излишнем, еще в чем-то, в каком-то новом богословии, но так или иначе, для него, наверное, не так трагично было бы лишение сана. То есть есть люди, которые без своей роли, они никто, они не существуют без этой формы, которую они за какое-то время приняли. А кто-то прекрасно существует, вот кто-то был священником, ушел, стал психотерапевтом, замечательно, помогает людям дальше, а кто-то ушел или кого-то выкинули, просто спивается и доживает какие-то свои ближайшие годы под неким алкоголем, пытается какую-то душевную боль, несостоятельность залить. Ну, как, в принципе, и какие-то, может, другие формы русской интеллигенции, так сказать. Да, расставание с церковью, это, видите, как тяжело переживается. Это механизм, он свойственный не только расставанию с церковью, это лишь как пример. Это же вот люди просто не имеют идентичности. Вот, например, я живу в этой вселенной. Например, вот вы физик, ядершик, а я нет, а я никто, я не понимаю ничего, у меня нет временных координат, что там было в прошлом, обезьяны там были или уринотерапией там занимались, грубо говоря, что там позади меня, я не знаю, у меня нет базы какой-то такой образовательной, культурной. И мне нужно же сформировать свою идентичность. Я либо пойду в церковь, либо я пойду в секту, либо я обвешиваюсь с каким-то шунгитом, или я просто буду смотреть какой-то дебильный дом-2, чтобы моя идентичность хоть как-то формулировалась для самого себя. Кто я? Вот, например, я православный. Это одна форма идентичности самоосознания. А если я и не православный, и не физик-ядерщик, и не психолог, и непонятно кто, то я даже существую ли я вообще. Мы, люди, нуждаемся в некой самоосознании, в некой форме вот этой я-концепции. Я-концепции. Понимать, что кто я? Мужчина я, женщина, айсберг или человек. Так что такая вот тема. Да, но далеко не у всех так это трагически переживается, переход из одного состояния в другое. Ну да, не у всех, не у всех, не у всех, не у всех. Вот мне приходилось за мою жизнь, так сказать, несколько раз свой статус менять, и каждый раз мне мой новый статус в общем-то нравится, я в нем что-то находил всегда. А значит, наверное, Борис Сергеевич, вы не успевали видимо... Я добровольно его менял, конечно, добровольно. Да, и может вы не срастались, может вы человек такой пластичный, обширный. Не знаю, я сейчас как-то так иногда вхожу в образ бывший свой, да, и так очень себя там комфортно чувствую. А у меня тут вот... Ну, по-играции мы все можем. Кот сидит, кот сидит, кот, иди сюда, кот, иди сюда, кот. У вас котов нету? Ой, нету, у меня нету, нету. А у меня вот есть кот, видите, какой кот? У вас их много, у вас их много, Борис Сергеевич. Ну, это такой вот особенный немножко, да, такой. А сколько, кстати, у вас их? Ну, тут четверо. Приблудились все с улицы, приблудные коты-то. А, ну-ну-ну. Приблудились. Котик, кто-то выбросил, а я подобрал. Ну, вот так вот. Благими намерениями, ну, не дорога ваша, мужчина дорога в ад, я знаю, да. Я шучу, конечно. Я уже немножко засыпаю, потому что у меня время позднее, могу какую-нибудь херанду ляпнуть, так сказать. Тиграшка, Тиграшка, промокашка. Да, Тиграшка, промокашка. Иди сюда, Тиграшка, ну, иди, иди ко мне, Тиграшка. Он на руки не любит ходить, вот Тиграшка не любит на руки ходить. То ли порода такая у него, то ли это такой у него характер. Я помню, на предыдущем эфире у меня упала камера, а в этот момент к вам пришел ваш кот Барсик, что ли, как его зовут? Рыжий такой. Ну, какой-то на букву Б его как-то. или Лившиц? Барсик, вот что-то как-то так. Рыжий такой, да? Персиковый. Это в другом месте, там, да, там живет, там живет, так сказать, Барсик и Черныш, два кота там живут. Они уже не молодые, и мы их не контактируем, потому что те больные все, у них там этот самый ВИК, вирусный иммунодефицит кошек, чтобы они не заразили их, они вот живут отдельно. И вот когда у меня камера упала на предыдущем эфире, а к вам в этот момент пришел этот, вот этот Барсик, и люди написали в комментарии, что Барсик свернул Арефьеву камеру и пришел к Борису Сергеевичу на ручке. Ага, ну, Барсик молодец, да, Барсик? Везде успевает, тоже трансфизическая сущность, успевает и Кемерово. Да, сверхъестественная сущность, сверхъестественная сущность. Да, понятно, вы с ними боретесь, значит, с этими адептами. Да, я просто хотел бы, вот знаете, есть изотеризм. Просто, понимаете, это вот такое вот шоу, да, понимаете, вот есть человек, автор, он пишет роман, да, романы бывают вот фантастические, да, там создается мир, да, такой вот мир фантастический, я не знаю, там где какие-нибудь хоббиты ходят, там, или еще что-нибудь такое, вот, да, как там песня, чего-то там огня и льда, что ли, да, вот типа такого вот, ну, как это, игра престолов, да, тоже ведь свой, там, мир какой-то, и вот там люди, все в нем разбираются хорошо, я вот таких иногда встречал среди своих студентов, все детально знают, кто кого, кто с кем, кто в каких отношениях, ну, мне это как-то пофигу, вообще я не очень в теме, ну, для них это очень важно на самом деле, то есть, понимаете, вот кто-то создает этот мир, он, в принципе, говорят, творчеством занимается, и, в принципе, результат своего творчества он продает, ну, в виде книг, там, фильмов и так далее, это сугубо материальная вещь, а тут тоже человек создает некий концепт, да, некий концепт, вот есть рептилоиды, они нам мешают, есть шунгизит, он нам помогает, или там, шунгит, да, вот, значит, и тоже это реализует каким-то своим образом, ну, вот, может быть, не надо быть так строгим к людям, каждый зарабатывает как может, ну, вот, есть определенные люди, которым нравятся вот определенные жанры в литературе, или в кино, да, ну, вот, для них эти фильмы снимают, вот, а есть определенные жанры, которые нравятся вот в теориях заговоров, да, вот, их для этих вот людей делают, да, ну, и что такое, дайте людям смысл жизни, для них же это смысл жизни, да, вот, как бывает тяжелая жизнь, а для человека смысл жизни прийти домой, открыть книгу Александра Дюма и погрузиться в тот мир, который там есть, да, или в какую-то другую книгу в тот мир погрузиться, или в какой-то сериал и в тот мир погрузиться, да, ведь для этого, собственно, существует вот этот вот жанр сериалов, эти бесконечные сериалы, которые каждый день дают отдушину, да, понятно, что это обман определенному роду, но, тем не менее, это вот он востребован, может быть, и здесь тоже этот обман такой востребован. А вы видите, тут такой момент, вот эти все фантастические миры, вот эти все сериалы, они не претендуют на объективное описание реальности, то есть, я не слышал, чтобы они говорили, что вот сейчас мы вам покажем такие-то сцены, это подлинные события, добытый нами хронометраж какой-то, но здесь... но вы знаете, когда мы читаем, например, роман Александра Дюма, то, наверное, мы должны думать, что именно так и протекала история Франции, он, в общем-то говоря, эксплуатировал историю Франции, вот, когда я был маленький, для нас тогда важнейшим из всех искусств являлся кино и литература, естественно, и вот, когда я ходил в кино с мамой тогда, вот, я думал, вот, что это вот как-то, как-то это вот сняли так вот в жизни, как-то вот так сумели, то есть это какая-то жизненная история, на самом деле, меня представлял, я думал, как же так сумели снять-то вот в темноте еще, тем более, где-то в пещере, и сняли, как они... Ну, Борис, это же искусство, это же искусство, ну, я бы это искусство верил, понимаете, понимаете, я верил в это искусство. Нет, мы можем прийти в кинотеатр, посмотреть это, для нас это будет все правда, но когда мы выходим, мы не думаем, что это все, то, что мы сейчас увидели, что это, например, действительно какие-то космические виды. Если мы посмотрели про космическую Одиссею 21 века, хотя мы уже в 21 веке живем, или если посмотрели там про Бабу-Ягу, к стену и ногу там, и какой-нибудь Кощей Бессмертного, ну, да, мы понимаем, что это сказка, да, хотя вполне себе ребенок может бояться после этого Бабу-Ягу, или там какого-нибудь еще, там, барабашку, вот, но это другое дело, ребенок, но вот когда нам показывают какой-то исторический фильм, то мы претендуем, он претендует на то, чтобы нам дать трактовку истории, да, но в советское время большое внимание уделялось историческим фильмам, да, давали трактовку истории коммунистической партии Советского Союза, ну, вообще, другим, значит, отношениям, да, и до сих пор, вот, многие люди, в 20 веке судят по вот этим, вот, советским фильмам, литературные произведения, как-то, к сожалению, ушли в песок, хотя очень много было мощных литературных произведений, которые, ну, гораздо ближе описывали действительность, скажем, тот же самый Шолохов, поднятый целина, она гораздо точнее, хотя из советских позиций описывала тут действительность той эпохи, а сейчас они просто не представляют, кто такой кулак, ну, это, говорит, там какой-то, ну, типа мандиты, фактически, кулаки, и вообще в тех советских фильмах кулаки такие пьяные личности, а я вам не понят, а все эти вот бедняки, бодраки, такие правильные, светлые, ну, практически, вот, студенты старших курсов, хотя неграмотные, как потом оказалось, как потом оказалось неграмотные, да, я понимаю, про что вы тут, вот так вот, понимаете, что это было вранье все, да, и тогда тоже вот в кинематографических журналах писали, что, ну, вот кино-то про деревню снимают городские режиссеры, они вообще знать ее не знают, вот этот вот шаблон, вот этот вот, а потом этот шаблон, сейчас люди смотрят, они думают, что так оно и есть, вот он такой, ужас, какие кулаки-то были, сволчи, вообще ничего рядом, мне тут недавно рассказала одна клиентка, что вот в это самое чудное советское время, она достаточно взрослая женщина, вот то, что красиво описывается, как вот эта советская деревня, в фильмографии, так сказать, значит, там у них происходило нечто настолько ужасное, что, значит, как это называется, кровосмешение, вся деревня была некой, как это вот, не инцест, как, господи, прости, кровосмешение, бридинг это называется, ну, не знаю, да, непонятно, кто от кого рожден, непонятно, кто кого родил, какие были такие свободные половые отношения, вот вся деревня примерно, все спились, родной сын, значит, совокуплялся с матерью в пьяном бреду, значит, и такие страшные события, которые травмировали ее, еще тогда, в те годы, так сказать, где же деревня такая, в каких местах-то хоть, сейчас скажу, это Кемеровская область, о, какие в Сибири вас суровые люди, да, да, ну, я про сибирский секс тоже понаслышан, сейчас цитировать не буду, ну, да, у вас, у нас такого не было здесь, вот, до Урала такого не было, у вас это было круто, у нас было крепостное право, и крепостной барин, у него был гарем, и все стоящие девки сначала беременели от него, а потом он их выдавал замуж, этим же занимался, например, Лев Николаевич Толстой, вот, вы знаете, да, вот эти вот крестьянские дети все, которые там он учил, это были реально его дети, да, очень многие, ну, вот, они потом выходили замуж, они все вот у крепостника, это его собственность, да, они между собой в этом браке вступали, а это же были братья и сестры, на самом деле, по отцу-то, то есть там вот это вот у нас отягощенная наследственность у деревенских-то была, была у городских, ну, не у всех, конечно, не все такие были, как и Лев Николаевич, некоторые были потише, и вообще они где-нибудь жили в Петербурге, оттуда только получали, так сказать, оброк, вот, а жили, занимались своими делами, вот, и у них были большие поместья, большие имения, большие земли, поэтому он к этому не имел отношения, но вот это факт был такой, да, был такой факт, у нас такое было, но это как бы специально, не в пьяном бреду, не в пьяном бреду, а жизнь такая, а? А вот вы упомянули Льва Николаевича Толстого, вот вы можете, вот я сейчас тут тоже, как раз-таки, вот синхронистичность, я вот перед эфиром буквально тут про него сидел, думал и читал текст, значит, а вот ваше такое отношение, вот я вот, граф Николай, Лев Николаевич Толстой, он был в оппозиции к отцу Иоанну Кронштадтскому, который сейчас святой праведный Иоанн Кронштадтский, и отец Иоанн Кронштадтский в своем личном дневнике желал смерти графу Толстому, значит, господи, скорее бы этот паразит, вот рептилоид, скорее бы этот Толстой бы подох уже, ну, в общем, призвал некий гнев Божий на Льва Николаевича, вот, а Лев Николаевич, значит, сказал, что да, пусть меня предали анафеме, с такой церковью, с таким учением, я ничего еще... Вы не предавали анафеме, это вот это интересно, не было анафемы, это все вот эта выдумка. Анафемы не было, хотя и от него рады не были, он был единисиарх и все такое прочее. Ну, вот факт то, что... Какие отношения, можете сказать... У него было свое отношение к жизни такое, у него, а мое отношение к его творчеству, замечательные писатели гораздо лучше Достоевского. Мне его произведения нравятся, вообще все, все чисто русские интеллигенты делятся на тех, кому нравится Достоевский, кому нравится Лев Толстой. Вот мне нравится Лев Толстой, я вот из этого вот, из этой градации русских интеллигентов. А что касается его, вот это вот жизни такое, ну вот помните, там известная сцена, многократно воспроизведенная в разных пьесах, фильмах про Льва Николаевича, когда уж он был старенький совсем, то жена его наняла неких охранников караулить лес, потому что крестьяне воровали лес, а лес тогда был главной собственностью уже землевладельца в ту пору, когда уже крепостного права не было. Вот, и они там кого-то убили, да, и он говорит, вы понимаете, что они убивают моих детей? Вот эта фраза была, действительно были его дети, да, которых когда-то он с какой-то крестьянкой зачал, был он очень горячий в этом отношении, да, вот он такой был, горячий помещик, да, ну, он вообще, да, было у него такое дело. Известный развратник был с самых юных лет своих. Так, ну, развратник-то понятно, а я имел в виду, вот, он был органично некой, по вашему мнению, фигурой, то есть, вот, а это я не знаю, я знаю его творчество, знаю вот эту биографию, я не сужу о людях, ну, мне как-то это не по статусу, мне надо понять, что за человек, что он знает, что он умеет, вот, как с ним лучше общаться, вот, это моя работа, а это не моя работа. Да, это, для этого суд, прокуратура, это не я. Я неправильно, наверное, сформулировал, я имею в виду, вот, Лев Николаевич, его вот это этическое, философское учение, я очень плохо знаком, я просто знаю, что у них что-то было, какое-то непротивление, злу, насилием, какие-то там были толстовцы, была у них целая такая, вот, это вот некая, 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 некий коллектив какой-то там у них был, я об этом очень отдаленно знаю, я не погружен в эту тематику, совершенно. Для меня Лев Толстой, это вот, война и мир, воскресенье, Анна Каренина, рассказы его многочисленные, казаки, вот это вот, вот это его, ну, севастопольские рассказы тоже, естественно, вот это для меня он, Лев Толстой. Да. Ой, Борис Сергеевич, хотел так же, ну, видите, ладно уж, наверное, в следующий раз. Давайте, 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 давайте. А хотел, знаете что, у меня просто не успел я сформулировать вопросы, не успел их себе выписать, а касательно физики, как раз таки, касательно вообще науки. Вы знаете, вот в науке очень мощные вещи есть, дуализм и даже плюрализм, да, понимаете, как, вот, в принципе говоря, ну, как это сказать-то, вот, свет этой волны и частицы, в каких-то проявлениях это так, видимо, так же и Земля, в каких-то проявлениях шар, да, ну, например, в проявлении то, что у вас другое время, чем у нас, это потому, что шар, да, а в других проявлениях она плоскость, вот выйдешь на улицу, ну, какая она шара, она плоская, да, поднимешься на нее, на МКС, там, 200 километров, ну, что, ну, плоская, ну, да, с высоты смотришь, но она же плоская, да, герезон есть, но она же плоская, а? И все-таки она вертится, кто сказал, даже не помню. Да, это говорят, что Галилей сказал, да, это такая легендарная фигура, Галилео Галилей. Метафизическая, да? Не, она легендарная фигура, она не метафизическая, просто с ней связана. Ну, как вот Ленин у нас был легендарным, да, так у нас и Галилей, в общем, легендарный. Он был совсем, жизненность он был совсем другой, чем про него вот так вот рассказывают, там она вертится, еще чего-то. Ну, он был интересный человек, но совсем в другом плане. Он умел науку превращать в деньги очень хорошо. Гений просто был в этом плане. Я вот так честно скажу, я в науках не силен, особенно в физике, и вот мой собственный такой глубинный импульс какой-то к развитию, к познанию, меня толкает на то, что я так слушаю и лекции всевозможные, пытаюсь упущенное, то, что я не учился, например, в школе, те предметы, так сказать, точной науки, мне не были интересны, мне не была интересна философия науки, вот, ну, приходится вот сейчас все это потихоньку как-то. И каким же образом вы это делаете? Да вот слушаю лекции, слушаю, в основном все... Популярные лекции, конечно, слушаете, да? Да хоть какие-нибудь, Борис Сергеевич, тут просто... Нет, ну хоть какие-нибудь это другой разговор, потому что популярная лекция, она читается для людей, которым нельзя это объяснить на, ну, по-настоящему, на настоящем уровне. А раз ему объяснить нельзя, там придумать всякие такие вот отговорки, концепты, там, совершенно к науке не имеющей отношения, человек их воспринимает и дальше начинает именно на этом языке и мыслить. Понимаете как? Вот. Ну, и дальше начинает творчеством научным заниматься. Ну, вот это вот такая вот вещь, вот это вот. Это вроде ваших рептилоидов, отсюда они вырастают. Отсюда-то рептилоиды приходят. Да, да, да. Они гнездятся. Тут рептилоид сразу цоп и придется. Эти гнезящиеся рептилоиды, Господи, сохрани нас всех. От них. Вот, Борис Сергеевич, про лекцию, про материал как раз-таки такой научный. Вот, я даже не знаю, зрителям могу заодно посоветовать. Вот, профессор Кирилл Товбин, вот этот самый профессор философии, он также религиовед, у него замечательные лекции на его YouTube-канале, посвященные научной картине мира. Там даже у него несколько, по-моему. Одна из лекций набрала почти 200 тысяч, просмотров. Ну, достаточно интересно меня это, так сказать, уровень изложения, уровень, такой способ подачи, мне очень зашел, так сказать. Он из какого города-то? Ой, знаете, Сахалин или Сах... Юж... Господи, сейчас уж и не скажу. Или Республика Саха, да? Вот куда-то непонятно, в сторону, в сторону рептилоидов даже, вот прости господи, не знаю. Саха это то ли Республика Саха, то ли Сахалин. Да, то ли Сметанников, то ли Перекусихин, ну, что-то среднее между Сметанником и Перекусихином. Да, это пьеса Островского, это пьеса Островского, без вины виноватые там. Ой, знаете, сегодня вспомнил эту картину Репина, приплыли, и когда я ее вспомнил, в голове она у меня возникла, мне стало так смешно, потому что, ну, действительно, а кто-то говорит эту фразу, да, и, ну, картина Репина, приплыли, и даже не знаю... Есть такая картина, есть такая картина, да? Даже не знаю, что там за, что там изображено, а там изображены монахи, которых лодка причаливает к некому берегу, а там лежат голые бабы. Ух ты, ужас какой, да? В этом-то и весь юмор. Вот они и приплыли. Приплыли, так приплыли. Так. Да. Так, сейчас посмотрим. Действительно, есть такая картина Репина. Ну, бабы-то не голые, бабы-то не голые, бабы просто купаются, вы напрасно тут на них наговариваете. И сейчас стоят женщины-то одетые и стоят вполне себе. И они как раз, по-моему, они в другую сторону. Нет, в эту сторону грибут, в эту сторону грибут. Да, в эту сторону грибут. Все равно, они ж монахи, им не то, что нельзя видеть каких-то предплечий обнаженные, а считается уже некошерным, так сказать, и просто факт даже такого... Кошерный, это, наверное, не в этой религии у монахов. Кошерный. Борис Ильич, я метафорически. Понятно. Да, хорошая картина, да, Репины приплыли. Да. Не туда заехали, называется. Вова, да. Ну, а на самом деле не туда заехали, а сыпь называется приплыли. Это не картина Льва Соловьева, между прочим, а не Репина. Да? Да. Соловьева, да? Льва Соловьева. Соловьев. Надо, значит, мне записать, а то я... Картина часто ошибочная приписывает художнику Илье Репину, Илье Ефимовичу. Да. Так как в 30-х годах она висела рядом с полотнами Репина. Вот когда она написана, 1870-е годы, называется она «Монахи». Монахи? Монахи. Не туда заехали, ошибочно приплыли. В основе сюжета сцена купания, центральной фигурой картина, оторопевшая от неожиданной встречи монахи, лодку которых принесло к обнаженным купальщицам коварное течение. Ой, ну вот это юмор, конечно. Ну это... Вообще картину, которую можно назвать «Приплыли» было бы написать, она на самом деле называется немножко не так. Ее написал этот самый Айвазовский, он же Айвазян, и называется она «Шлюпа Востока и Мирный у ледяных гор Антарктиды». То есть они ведь плыли куда «Шлюпа Востока и Мирный» на юг, на юг. Знаете эти шлюпы «Востока и Мирный»-то? Сейчас уж. Они плыли на юг, плыли-плыли, 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 в Бразилию даже заходили, плыли-плыли, бац, приплыли к ледяным горам. Прикинь? Вот-вот и мы и приплыли. Называется, да. Вот действительно приплыли. Ведь плыли на юг. Ну да. А там, значит, ледяные горы, партия. Я уехал в Петербург, да, а приехал в Ленинград. Ой. Да, это было, наверное, такое. Было такое. Ну вообще нет, так уехал, наверное, все-таки наоборот. Поехал в Ленинград, приехал в Петербург, а когда-то в Петроград, приехал в Ленинград. Ну, здесь по времени так, можно было выехать, а уже другой день там другой. Борис Сергеевич, надо как-то мне, вот еще создам я эти все вопросы, просто сейчас уж и даже не знаю. Спросите меня тогда по физике, да, вот мы попробуем. Очень хочу. Вопросы, так, ну вас как монахом растриги не назовешь. А, вопросы отступника. Отступника, да. Знаете, кстати, вот пока не забыл, пока еще свободу и угорили. Я был как-то гневен такой, я буду такой вот. Борис Сергеевич, вот вы сказали, что значит этот, была такая интеллигенция, да, читала Рейрихов, вот, но вы знаете, действительно, древнеиндийской философией увлекались они, да. Да, есть эзотеризм, который более красив, который более как-то эстетичен даже и, ну, интеллектуален, а то, что вот это, бодяга, бурда, вот это, это просто полное расщепление. Понимаете, дорогой друг, те-то сначала институт закончили, сколько надо было времени убить, вычисляя интегралы от нуля до пи, чтобы потом воспринимать Рейриха. А эти ведь тетеньки-то, они оставили мужей пьяниц, наконец, из своей жизни вычеркнули, и пошли бороться с этими самыми, с рептилоидами, потому что вот борцы с рептилоидами, вот это хорошие ребята такие, шунгитом торгуют, а не водкой какой поганой. Тьфу. Да. Я бы сам тоже бы так бы записался. Нет, у меня вообще мечта такая, создать вот такую вот, чтобы народ ко мне приходил, такие вот дурноватые, я бы им что-нибудь впаривал бы, да. Ну, вот понятно, мечта не осуществляется, у меня не получится все равно это делать, я даже пробовать не пытаюсь. Ты почему, Борис Сергеевич, вот вы как доктор... Давайте вместе попробуем, будем дурить народ. Вот к вам приходят алчущие, страждущие, приходят в интернет пространство, а вы проповедуете, на вопросы отвечаете, это же в принципе, вы почти как Никола Угодник, только воплощенный, так сказать, конкретный. Никола Угодник, простите меня, народ-то не дурил. Ну, а вы что дурите, вы же наоборот, за просвещение. Я не дурю, да, а я хочу дурить народ, чтобы он мне свои жемчуга, эти самые соболе, оно нес, да, богатство свое нес. Я договорюсь с этими сектантами, и мы тоже начнем продвигать эту тему, ограждение здоровья населения от этих ящеров, прости, господи. Вот это то самое, да. А что, куда деваться? Психологу, что я много получаю, а так, глядишь, один шприц, один шприц с шунгитом, завернутый в изоленту, 7 тысяч рублей. Ну, где? Где же я получу за консультацию, психотерапевтическую поддержку? Где? И мне никто не заплатит 7 тысяч рублей, а такой уровень работы, как пуля Острогора, это оно не так просто. У них еще ищет. Это искусство, искусство продать, дорого, такую дрянь, это искусство. Да. Вот психотерапевтическая, это называется искусство продаж, есть такая вот тематика у них, искусство продаж. Да как вот так вот обдурить побольше народа, ума не приложу. А то пока я просто занимаюсь честным нищенством. Я говорю, подайте мне, мне вот хочется жить красиво, кошки, чтобы у меня были сыты, чтобы вообще вот это вот, и мышки целые, и кошки сытые. Вот такая вот же хочу я все. Вот. Денег не хватает. Пришлите мне деньги, пожалуйста. Да. Присылайте денег, Борис Сергеевич. Да, побольше ему присылайте. Так вот, вы потупил взгляд. Гаваха. Некая форма, материальная форма гаваха. Энергия, выраженная деньгами. Отсылайте, люди добрые, отсылайте. Нам нужен ваш гавах. Да, мы демоны, да, и нужен нам ваш гавах. Мы просто юродивые, христораде. Да, христораде юродивые, да. Жрецы. Жрецы науки. Мои вот просто жрецы отправляют культ, принесу я им пищу, накладываю в эти, они начинают отправлять культ. Ну, отправляйте культ, говорю им. Они начинают отправлять культ. Отправили культ, поели. Все. Ну, ладно, спасибо вам большое, публике, спасибо за внимание. Вот мы с отступником поговорили. Вот, он немножко берется за ум. Видите, в прошлый раз я вообще требовал немедленной, немедленной, вот, немедленного астракизма. А сейчас как-то вот уже, он уже сокрушается, что какой-то священник, вот он ушел и говорит, что наставляется на путь истинный благодаря его критике. Ты говоришь, может быть, вернется в церковь, глядишь. Может, покаяться. Ну, ладно, спасибо вам. Давайте вам другое помашу. Спасибо. Спасибо, Борис Сергеевич.